13.07 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит главный редактор телеканала «Ранкиров» Юрий Шлеминзон. Юрий Львович, добрый день. Добрый день и, как обычно, скажу свою фразу. Коронную фразу. Да. Что всё, что сказано на эфире, является моим оценочным суждением. Ну и я скажу свою коронную фразу о том, как можно с нами связаться. Во-первых, это сайт эхакирова.ру. Там можно смотреть и слушать наш эфир. Также можно писать вопросы гостям в разделе «Анонсы». Сегодня у наших слушателей, зрителей нет к вам вопросов, но есть вопросы и у меня. Давайте, да, начнём программу с темы ликвидации ярмарки на Комсомольской. 31 августа эта ярмарка работала последний день. Некоторые предприниматели объявили голодовку. Кто-то не собирается оттуда съезжать и настроен бороться до конца. Как вы считаете, принесёт ли эта борьба результаты? Я думаю, что эта борьба результатов в том виде, в котором хотят видеть люди, занимающиеся и работающие на этом рынке, не принесёт. Считаю, что это правильное решение о закрытии этого рынка. Потому что рынок в том виде, в котором он существовал, это такое грязное пятно на лице города. Рынок был достаточно некомфортный. Но это может вам он некомфортный? Ну, я ведь и с людьми, которые живут в городе, общаюсь достаточно много. Я сам бывал на этом рынке. Я езжу, покупая продукты, я сам бываю на разных рынках, в магазинах. И не только в городе Кирове. Но это очень приятное зрелище вызывал наш рынок. Мне они говорят о жалобах покупателей. Там они довесы, часто встречающиеся на этом рынке. Но они бывают и на других рынках, конечно, я не буду говорить. И на других рынках, я думаю, бывают. Да, и по качеству продуктов возникали вопросы у покупателей. Я не думаю, что это то место, в котором должен существовать этот рынок. Я не говорю, что центральный рынок – это светочная краса нашего города. Я более худшего рынка вообще на территории Российской Федерации не видел, чем наш центральный рынок. А много ли вы их повидали на территории Российской Федерации? Практически во всех городах, где я бываю, я их всегда посещаю. Это такой показатель жизни города, я считаю. И новые супермодные торговые центры. А вот рынок всегда показывает, что производится в регионе. Производится ли вообще в регионе? Я приехал в город Киров в 1976 году, это еще при советской власти было. И меня очень удивил Кировский рынок. Во-первых, он очень поздно начинал работать. Я не привык, что рынок начинает в 9-10-м часу работать. И отсутствие продуктов, которые... Ну, обычно в рынке бывает, я учился в Заурале. Не такой уж сельскохозяйственно продвинутый регион. Но серия молочных продуктов, не говоря, что там были кролики, утки, куры, свежего убоя. Всегда на рынке были. Это было еще время такое не самое хорошее для развития подсобных хозяйств и всего остального. Но это все было. Притом, это за Урале, это такой, как бы, достаточно угнетенный регион СССР был. Но вот если вы сравните рынки Казани сейчас и тогда, ну, даже взять Ежкарал, через который мы сейчас-то проезжаем, ну, разве можно сравнить рынок Ежкарале и рынок Кирове? Там тоже был старый рынок, его реконструировали. Там стоят реально фермеры работающие. Ну, ассортимент, конечно, хуже, чем, например, в Казани, по наличию предметов. Но там все чисто, аккуратно. Есть свежее мясо, есть свежая речная рыба. Наш регион ведь тоже не без рыбы живет, да? Мы когда-нибудь видели на рынке рыбу, там, кроликов, кур, гусей. Ну, я честно признаюсь, что я давно не была на Центральном рынке. Я практически каждую неделю бываю на рынке, поэтому, в своей связи, этого там нет. Юрий Львович, ладно, а вот рынок на Комсомольской, ну, хорошо. Вы говорите, что грязный, что недовесый. А предприниматели-то чем не угодили, которые там работают? А это дело, почему не предприниматели, которые на этом рынке работали, да? Они ведь могли его повлиять на то, что он был в другом виде. Значит, это всех устраивало. Предприниматели работают. Вот вы же работаете, вот мы сейчас с вами сидим в помещении, да? Здесь на полу ничего не валяется, да? Чисто работает кондиционер, ну, и другие разные вещи, которые создают условия работы. То есть, те люди, которые руководили этим рынком, они временщики, в первую очередь. Ну, у нас вся страна временщиков, будем говорить так. Они решили сорвать куш, понимая, что все равно это когда-то закроется. Они не вкладывали средства в развитие этого рынка, его благоустройство. И это понятно, что это привело к тому, что его правильно и закрыли. Ну, во-первых, и со стоянками в районе вокзала не самая лучшая ситуация. И дополнительная стоянка улучшит эту ситуацию. Пешеходная зона, тот проект из Тревов воплотят, да? Я надеюсь, что воплотят. Он все же придает этому месту лучшее впечатление для объезжающих в город, чем это выглядит сейчас. Ну, а вы не считаете, что сейчас, ну, условно, в непростое экономическое время, ну, грешно лишний раз как-то гнобить предпринимателей? Простите меня за мой жарбон. Гнобить предпринимателей всегда грех. Я всегда говорю, что у нас помощи предпринимателей ожидать государства практически уже перестало возможным. У нас это только лозунги о том, что мы за предпринимателем и помогаем. Но реальных действий, даже вот в это сложное экономическое время, да? Реальных шагов властей всех уровней нет. Предприниматели не могут взять кредиты. Их замучили массовыми проверками. Хотя объявлены якобы мораторий на эти вопросы, да? Мы не видим реальной помощи государства предпринимателям всех уровней практически. От больших, а тем более маленьких, да? Хотя мы понимаем, что валовые продукты в большинстве развитых государств создают предпринимателей вот как раз малого и среднего уровня, а не гиганты, так называемые. Так, в общем-то, этих же предпринимателей малого и, наверное, очень малого уровня с рынка на Комсомольской просят. Ради парковки? Зачем? Может, парковку в другом месте сделают? Ну, там на самом деле не так много мест. Там есть нижняя парковка слева от вас. Вот я еще раз хочу вернуться к началу нашего разговора. Давайте вернемся. Если бы это место имело пристойный вид внешний хотя бы, то я не думаю, что так бы стоял вопрос очень остро о том, чтобы убрать этот рынок. Все эти бредовые вещи о том, что эта конкуренция составляет конкуренцию сетям, я в это не верю. Не сетям, да, торговым центрам, которые находятся рядом с вокзалом? То есть вы считаете, что нет? Нет. Это совершенно разные покупатели ходят в торговые центры, покупатели, которые ходят на этот рынок. Это разные группы людей. Я не собираюсь 100% утверждать, но это разные группы покупателей. Ну, он сложился еще так, что это некое пересечение транспортное, да, всегда точка очень определяет успех бизнеса, это место любой торговой точки, там сфера обслуживания, ресторан, кафе, это главное. Ну, конечно, кухня тоже много чего сдать. Да, но 90% успеха это место. Это место, да. То, что мы говорим о том, что вот эти локальные рынки, да, будем говорить, при домовые рынки, они есть и в этих самых загнивающих буржуях, да, то там и проживает часть населения, которое пользуется этими услугами. Ну, сказать, что там засели большое жилых домов, в этой части города, ну, в этом микрорайоне, поселение не того же много там проживает, спящего имя виду. Поэтому говорить о том, что это помешает, ну, ухудшит проживание жителей этого микрорайона, большой вопрос. Ну, вы знаете, я всегда уверена, что на жизнь, где есть покупатели, это повлияет. На жизнь некоторых, да. Конечно, повлияет, да. Понятно, что, наверное, весь район туда не ходил, но там бабушки, пенсионеры туда явно ходили. Ну, конечно. И торговали. И торговали. Но если они проедут еще 3-4 остановки на общественном транспорте, да, которым они пользуются, там будут их условия, они заедут до следующего рынка. Ведь сейчас проблемы встать на центральном рынке никакой нет. Потому как я вижу, что после начала кризиса, который, я считаю, начался не в прошлом году, а в 2013 все же году, количество мест свободных на центровом рынке очень увеличилось. И сейчас там очень много. Идешь в свободных зон для торговли. Масса. Юрий Львович, а что вы думаете по поводу ярмарок выходного дня, которые собираются вот здесь, на театральной площади? Ярмарки выходного дня существуют во всем мире. На самом деле. Ну, правда, они немножко отличаются от этих ярмарок, которые происходят у нас. Но если мы видим, что покупатели на эти ярмарки ходят, ходят, да, может, у меня не хожу, неинтересный ассортимент, который там есть. Но если бы на эти ярмарки приезжали те фермеры, о которых эмпирически, о которых мы все говорим, ну, и, к сожалению, практически нет на территории области, да, то интерес к этим ярмаркам бы многократно возрос. Если бы наше правительство помогало, а не убивало фермеров на территории всей страны, и в том числе и территории нашей области, помогало, и фермеры могли продавать продукты свои, вот, труда на ярмарке выходного дня, то это было бы очень хорошо. Ну, потому что все же они более экологически чистые продукты выращивают, чем мы там берем в сетях и в других местах. Давайте посмотрим, правда, в глаза. Вот на наших ярмарках выходного дня далеко не всегда собираются настоящие фермеры. Ну, практически я их не видел вообще. Далеко не всегда это выглядит приглядно, потому что палатки в центре города, на центральной площади, они выглядят здесь нелепо. Ну, вот, когда ездишь по Европе, то эти палатки на центральной площади... Да в Европе наш Роспотребнадзор с ума бы сошел, от того, как там все эти торгуют. Ну, там достаточно чисто и хорошо торгуют, не знаю. Получаешь удовольствие эстетически прогуливать по такому рынку. Да подождите, про Европу. Она хоть и загнивающая, но у них все хорошо. Я в этом на сто процентов уверена. Ну, как и так, да. Наши рынки выходного дня, вот эти ярмарки, нужны они или нет? Ну, не знаю, как вот в Кирове. Вот я бывал неоднократно на ярмарках таких, «Кеш-короле», мне очень там нравится. Я с удовольствием покупаю там продукты. Юрий Львович, вы в Кирове живете? Значит, Киров должен становиться таким городом, как и другие близлежащие города. Как «Еш-короле» и погнивающие Европу. Ну, да, конечно, я бы хотел, чтобы было так. Ну, надо с чего-то начинать. Нет, спрос есть? Есть. Это никому не мешает? Не мешает. Ну, вишними митинги не проведут, может, в этот выходной день. Из-за ярмарки. Поэтому ярмарки, я не против ярмарок, на самом деле. В том виде, в каком они проходят, будет развиваться все, я надеюсь. Нас же этим вопросом занимается, правительство. Потому что поднимет на должный уровень. Хочу еще вот по небольшой статистике вас спросить. Перед тем, как принять решение о том, что ярмарка на Комсомольской городе не нужна, городская администрация провела исследование. Вот чиновники проанализировали, где кировчане покупают продукты. 87% сказали, что в супермаркете 20% на рынке. А как вы считаете, эти ответы отражают действительность? Ну, это близко, да, я думаю, что близко, очень важно. Слушайте, так, может быть, все рынки нам не нужны? На рынке, если бы они нам были не нужны, они бы не существовали. То есть, если покупатели не приходят на рынок, мы не говорим о конкретном рынке, на любой рынок, да. А это коммерческое предприятие. Сейчас на госдотациях у нас уже рынков, слава богу, нет в стране. Они бы закрыли совет по себе. Ну, хорошо, покупатели голосуют рублем, значит, нужны. Конечно. Хорошо. Недавно у нас Кировстад подвел итоги деятельности малого бизнеса за полгода 15, за первые полгода. Полгода. Да, текущего года. И вот выяснилось, что у малых предпринимателей среднемесячная зарплата на 19% ниже, чем средняя по области. Вот вы как считаете, это результат кризиса или это реально так и есть всегда? Это результат кризиса, потому что предприниматели до этих кризисных явлений, да, старались все же большую часть заработной платы платить в белую. Сейчас, я думаю, что в связи с очень легкой жизнью наших предпринимателей, они уходят в серую зону. Ну, вы же знаете, что часто предпринимателям подняли там разовый платеж, пенсионный фонд многократно. То, что обороты упали, понятно, они значительно упали. И поэтому и зарплаты тоже упали. Это же только у нас федеральных и других чиновников были подняты зарплаты в преддверии кризиса, который было понятно, что он произойдет. О нем просто не говорили. Мы ведь после кризиса 2008 года, если мне память не изменяет, в лучшем 2013 году, когда мы говорили, что мы уже вышли из кризиса, рост производительности ВВП у нас поднялся всего около 1%. Вы имеете в виду ВВП страны? Страны, конечно, да, страны. Поэтому говорить о том, что мы еще вышли из того кризиса, было очень так, натянуто. Это был некий обман, я считаю. Хорошо, а дно этого кризиса, оно когда наступит? Я думаю, что оно еще не наступило. В моих просчетах оно еще не наступило. А когда нам его ждать? Вопрос, что нефть еще может снизиться, и это приведет к еще большему падению. Вы видели сегодня свежие новости о подорожании бензина? Нет, я еще не успел их увидеть. И вот интересно, чем будут это оправдывать. Новым налоговым поворотом, как говорится. Мне интересно тоже, в чем логика? В нашей экономической политике логики нет совершенно. Я впервые даже обратил на днях господин Глазиев, наш известный экономист, высказывался по поводу работы Центрального банка, по поводу ставок и финансирования. Ну и так далее, я очень скептически отношусь, но в этот раз он сказал так, как оно и есть, что все те попытки наших экономистов повлиять на экономическую ситуацию в стране уходят в никуда. То есть все деньги, вместо того, чтобы они попадали на кредиты для развития, вообще для работы промышленности и других сфер, уходят на финансовый рынок. И этот оборот мы уже проходили, все попадает на валютный рынок, инфляция закручивается, мы якобы боремся с инфляцией. Она в определенные месяцы даже и не росла, потому что резко снизилась покупательская способность граждан и так далее. То есть мы проходили вообще покупки, поэтому инфляция как бы уменьшалась. Но деньги ушли на валютный рынок, а это никак не проводит к росту инвестиций в производство, промышленности и так далее. Ну хорошо, Юрий Львович, вот Вы говорите, что там действия наших экономистов никак не помогают повлиять на экономическую ситуацию. Они вообще ничего не делают, говорить так. Что реально сейчас может помочь экономике страны? Наверное, правильные экономические решения. Ну вот легко сказать правильные экономические решения. Правильные это такие. В период кризиса не наша одна страна проходила. Некоторые государства, даже особо развитые, снижали ставку рефинансирования до нуля. Это позволяло предпринимателям брать, ну, к большому бизнесу брать кредиты за вменяемые проценты. Кто сейчас может взять по этим процентам кредит? Я хотела бы посмотреть на этого человека. Да, это же только, ну, наверное, спайсами надо торговать или еще какой-нибудь гадостью, чтобы получить такую прибыль. Понятно, что теперешнее падение рубля, оно выгодно нашим экспортерам, да. Но экспорт, кроме газа и нефти, который снижается, к сожалению, невелик. И поэтому дальше куда он пойдет? Ну хорошо, вот ставку рефинансирования опустить, да? А еще какие решения экономические? Ну, можно сделать экономические послабления для микробизнеса, для малого бизнеса. Вы имеете в виду налоги? Конечно, налоги. Конечно, а что еще нужно? Про проверки мы уже говорим. Ну, слушайте, у нас государство, чиновники с экранов телевизоров постоянно жалуются на несобираемость налогов, на дефицит бюджета. Если есть лища слизи... Ну, если налоги нереальные теперь, в ближнее время, для наших предпринимателей, они их и не могут платить. Вот когда у нас была инфляция в 90-х годах, там, по 3 тысячи процентов, 2 тысячи процентов, кто их платил? Да никто их не платил. Ну, платили бы крупные, а малый и средний бизнес вообще ничего не платил. Входили от этого, ну, любыми способами. Сейчас контроль выше. Поэтому мы понимаем, что собираемость контролируется, да. Эти факторы, ну, очень нехорошо влияют на все. У нас, ну, про эту пресловутую инвестиционную привлекательность вообще уже неприлично даже говорить в нынешнее время, мне кажется. Ведь любой микро- и микро- предприниматель, там, средний предприниматель, он кормит себя и вокруг себя, там, семья, ряд сотрудников, работники. Ну, вообще, государству уже не надо помогать, как бы, в этой сфере, да. Но это уже не происходит, к сожалению. Государство, наверное, сейчас нет ресурсов для помощи. Ну, то есть, со всех сторон, куда ни посмотри, оно получается не так. Поэтому, вот было же принято такое кардинальное решение валить рубль, да. Потому что понимали, что наполнения бюджета нет. У нас очень много социальных выплат, гигантские зарплаты правоохранителей стали. Действительно, для по сравнению с другим населением бюджет не заполнялся. Его надо было заполнить рублями. Его, вот, таким способом заполнили рублями. А еще наложили санкции. Что же, именно, такой очень неприятный фактор, который влияет на экономику. Мы сами на себя определенные санкции наложили. Вот это импортозамещение, пресловутое, которое уже неудобно говорить, да. Оно ведь очень повлияло на рост цен. Снижение уровня потребления, да. Снижение уровня потребления, да. Оно же очень сильно повлияло. Мы говорили, что мы быстро шапками замахаем. Но реэкспорт через Казахстан, Белоруссию не спас нас от импортозамещения. А вообще кто-то выиграл от санкций? Я думаю, что да, конечно, выиграли. Выиграли, ритейлеры выиграли. А монополисты, производители продуктов. Ну, Русское море, вот, давайте возьмем, например, когда был закрыт норвежский лосось, который поставлялся там, закрытся, 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 наверное, 47%. Сейчас одно Русское море у нас практически дано, и Белоруссия помогает, слава богу, еще чем-нибудь выиграли. Я думаю, что отдельные сельхозпроизводители, монополизирующие рынок. А кто-нибудь из кировских предприятий, предпринимателей, производителей выиграл, как вы считаете? Ну, те, которые работают на экспорт, наверное, сейчас выигрывают в этом отношении. А по поводу производителей продуктов, ну, конкуренция резко снизилась на местном рынке, да. Цены ведь у нас такие заоблачные, будем говорить. Некоторые даже вышли в Копейске, пресловутых. Наверное, кто-то и выиграл. Вся беда в том, что сельское хозяйство, это же такой долгоиграющий процесс, да. И никто не уверен, что вот послезавтра возьмут по каким-то причинам отменят эти санкции. И где окажутся наши сельхозпроизводители? Понятно, где мы с вами вместе все оказались. К сожалению. Давайте мы сейчас прервемся на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Юрия Шлемензона. Я предлагаю во второй части программы обсудить сдачу норм ГТО. Про импортозамещение немного поговорим. И если успеем, про шенгенскую визу и отпечатки пальцев. Сейчас мы уходим на рекламу. Не переключайтесь. Мы возвращаемся в эфир. Мы за эфиром с Юрием Невловичем Шлемензоном обсуждали новые правила получения шенгенской визы. И, в общем-то, давайте обсудим это в эфире. Теперь на визу нужно ставить отпечатки пальцев. Нужно лично приехать в визовый центр, который находится в Нижнем Новгороде, в Перминске, в Казани. Ну, в общем, явно не визу. Там зависимость от страны. Да. Вы как человек очень часто путешествующий. Раньше путешествующий. Ну, и вы много ездите за границу. Как вы относитесь вот к этому ужесточению? Ну, хорошего в этом ничего нет, конечно. Понятно, что это увеличивает себестоимость своей поездки. Штука эта, конечно, разовая. Но, к сожалению, вот если в Соединенные Штаты Америки пальчики сдаешь один раз при получении визы, а потом просто пролонгируешь эту визу, то в Европу сейчас вот введено правило раз в пять лет надо будет пальчики сдавать. Но я думаю, что через пять лет этот пункт, мне кажется, отпадет, потому что пальчики, конечно, не меняются. А никакие были отпечатки пальцев, они не меняются. Ну, хорошо. А вот зачем это сделано? Ведь не могут не понимать чиновники Евросоюза, что их собственный бизнес от этого страдает. Потому что к ним меньше едет туристов, меньше тратит своих денег и так далее. Я думаю, что это на самом деле не так количественно повлияет. Да, это увеличивает... Ну, слушайте, вы были в Европе, там полно русских. Да, там много русских. Много. Не только русских, много. Но я не думаю, что это так страшно повлияет. Во-первых, очень резко сузился круг тех, которые выезжают за последние два года в связи с кризисом. А те, которые выезжают, то это не так в процентном отношении стоимости поездки повлияет на увеличение. Это, конечно, те, которые через турагентство занимаются, а их процент все падает и падает на самом деле. Для турагентства это создаст снижение турпотока. Для турагентства. Для тех, кто самостоятельно путешествует, это ухудшит некоторую себестоимость одной из поездок. А дальше это никак не будет влиять. То, что биометрические данные, ну такая общая тенденция, это введено не только на территории России. Это же будет касаться не только граждан Российской Федерации. А вы знаете... Большие расстояния нашей страны не позволяют близкодоступнее сделать консульские центры, где это происходит. Потому что понятно, что жителям Западной Сибири добираться до точек консульских, которые на огромных расстояниях, это будет прям перелет и поездка приравнена к поездке за границу по стоимости. Тем более, мы знаем, что стоимость наших авиаперелетов намного выше, чем буржуйских перелетов. Иногда перелет плечо по стране стоит больше, чем второе плечо, когда ты выезжаешь за границу. Ну и вот сейчас, вы сами знаете, вчера произошло опять слияние ТрансАэра с Аэрофлотом. Я думаю, что это приведет к очередному скачку цен, потому что конкурентность снижается на рынке предоставления авиауслуг. Ну это такая другая отдельная тема. А вы знаете, вот некоторые эксперты считают, что европейцы действительно считают себя высшей расой и думают, что им надо защищаться от славян и не пускать их к себе в Европу. Вот как вы к таким мнениям относитесь? Я скептически отношусь к таким мнениям, на самом деле. Очень скептически отношусь к таким мнениям. Я, пребывая там, никогда не видел ярко выраженной неприязни к туристам из России. Ну, те, которые ведут себя в меняемо, те, конечно, которые ведут себя в неменяемо. Ну это да, отдельная тема. Там отмечают 9 мая или другой праздник в определенном способе. Это другая тема. А так, чтобы это вызывало какой-то антагонизм, я не сталкивался. За многие годы путешествий я не сталкивался. Ну хорошо. Вы думаете, что отношение к туристам из Англии намного лучше, лучше, чем из России? Ну на самом деле я не знаю ничего плохого про туристов из Англии, поэтому мне сложно сравнивать. Ну вот я думаю, что те, кто делает такие зоны, куда ездят англичане, ирландцы, это Англия, Мальта, Кипр и Мальта, да, то отношение к туристам намного лучше, чем выходцам из этих стран перечислить. Давайте с вами еще коротко поговорим про нормы ГТО. Есть такая всеобщая тенденция, да, теперь даже не знаю, получится ли поговорить коротко. Хорошая, отвлекающая тема от насущной жизни наших граждан. То, что здоровье граждан важная проблема, это очень хорошо. Совсем недавно наш премьер-министр подтвердил в своем выступлении, говорится, вчера о том, что импортозамещение медицинских препаратов и оборудования будет проходить не так активно, как нам анонсировалось. И что безопасность граждан, это такой фактор очень важный. И пока мы не найдем у себя предметы и оборудование, которое будет соответствовать мировому уровню, то такой резкой и активной процедуры импортозамещения не произойдет. Ну подождите, вот про нормы ГТО, это же приветы Советского Союза. Да. А почему эта тема сейчас так хорошо зашла? Ну, во-первых, тема Советского Союза, чем мы будем лучше жить в кавычках, существовать она будет, подниматься и подниматься. Потому что неким идиологам кажется, что в тот период жизни наших граждан был очень прекрасный и великолепен, с чем я категорически не согласен. То есть скоро наденем красные галстуки? Ну, я не думаю, что дойдет до красных галстук, у нас сейчас можно и красные, и желтые, и зеленые одеть. Слава Богу, выбор есть. Но кому-то может захочется одеть и красные галстуки. Это большой вопрос, конечно. А ГТО, ну такой тренд, ну надо же к чему-то народу вести. Вот, ГТО выбран один из таких трендов, которому надо вести народ. Есть тренд РПЦ, да, есть тренд ГТО. ГТО, на самом деле, если бы его не гигаллизировать, это было бы нормальное мероприятие. От того, что люди занимаются спортом, поддерживают свое состояние здоровья и вместе с тем могут еще и проверить, как это все происходит. Но я не скажу, что это плохо, только не надо сюда никакой политики к этому поводить. Должно быть нормальное мероприятие, которым могут принять широкие круги населения. И тогда это нормально. А есть шум, ну надо же чем-то отвлекать население. Вот, ГТО выбран один из таких пунктиков, который может отвлекать. Ну, слушайте, а как вот насчет инфраструктуры, насчет финансирования этого процесса? Ведь кто-то же за это должен отвечать. Где-то нужно сдавать нормы ГТО, это должна быть подготовленная площадка. Это есть государственная программа, это все финансируется. И потом говорят, что очень активно финансируется. Такая хорошая штучка по освоению бюджетных средств, поверьте, не будет существовать. Стоит ли на это тратить деньги? На здоровье людей деньги стоит тратить. Ну, нет, я, наверное, говорю не про здоровье людей, а про, так скажем, организационную составляющую сдачу ГТО. Когда строились спортивные площадки, придомовые спортивные площадки, я считаю, что это было намного лучше. То есть вот тот объем средств, который будет направлен на организацию системы ГТО, сдача на МАКИО, потом отчетность же будет, все это положено. Слабины здесь в этом вопросе не будет. То есть потратили на ледовые площадки спортивные или организацию дополнительных секций в спортивных школах, я считаю, что это был намного более эффективный способ вложения средств государства в здоровье. Знаете, я в Советском Союзе норм ГТО не сдавала, но тут Михаил Курашин, вице-спикер ЗЭС, в своем блоге недавно сравнивал процесс сдачи ГТО в советское время и сейчас. И вот он как раз пишет, что в советское время это было все очень просто, пришел на соревнования и сдал. Да это в школе прямо сдавали, не каких-то соревнований специальных, никто не устраивал. А сейчас там надо зарегистрироваться на сайте, ограниченные сроки сдачи, сертифицированные судьи и так далее, и так далее, и так далее. Зачем такие сложности? Чтобы освоить больше бюджетных денег. Мое понимание только такое. Ну, вот... Ну, вы же понимаете, значит, лицензированный судья, для того, чтобы он работал, ему надо платить. Правильно? Специальные площадки будут строить. Может, их еще будут по-другому назначению использовать, я надеюсь. Но строить-то, мне кажется, уж вряд ли. Я думаю, на существующих как-нибудь сдадим нормы ГТО. Может быть. Но все равно будет инфраструктура, которая будет все это обслуживать. Ну, может, это некое трудоустройство граждан тоже не худший фактор. Видимо, количество чиновников, в моем понимании, растет в нашей стране, это такая форма для устойства граждан, чтобы не платить пособие по безработице. По поводу задачи норм ГТО, да, например, вот, я условно знаю, да, какая у меня физическая подготовка. Вы, наверное, тоже знаете, какая у себя физическая подготовка, да. То есть, в принципе, если мы с вами про себя это представляем, то зачем нам нужно сдавать нормы ГТО, чтобы себя оценить? Мы и так в курсе. Ну, может, государству надо иметь какие-то статистические данные? Ну, вот, собственно, я к этому и веду. Да, зачем это государству? Мы что, к войне готовимся? Ну, я не владею тайными государствами, поэтому то, что наши великие или экономисты, или политологи, или другие технологии могут придумать, это не поддается никакой логике. Вот, вы знаете, многие говорят, что вот в этом году мы готовимся к сдаче норм ГТО, а в следующем году мы сдаем. Как вы считаете, сделают ли в итоге это обязательно? Ну, я вот сомневаюсь, что это будет обязательно, по крайней мере, для всего населения, может, и для школьников, и студентов, как обычно. То есть, мы с вами не пойдем сдавать? Я не знаю, может, мы не пойдем сдавать. Если человек хочет себя оценить на публике свое умение и здоровье, ничего в этом плохого нет. Но я не думаю, что это раньше было там предприятиями, цехами мы пойдем. Кросс, три километра. Да, ну, или там что-нибудь сдавать. Я сомневаюсь, что это произойдет. Ну, во-первых, мы же знаем, что исполнение закона в нашей стране это не очень обязательная штука. Только в редких случаях она считается обязательным исполнением закона. Ну, так-то обычно это плохо. Вот давайте возьмем, например, уборка дорожного покрытия в городе Кирове. Для меня это всегда очень больной вопрос. Сейчас, ездишь в других городах, я совсем совершал поездки по ближайшим нашим республикам. Почему-то у обочин дороги, где есть гордюр, ни песка нет, ни окурка, ни бумажек, ничего нет. У нас прометена центральная часть проезжей части, возьмем Московскую, Боровскую, а по обочинам песок и все остальное. Гелиз, бордюры, мы же не говорим, что там газон сравнялся и грязь попала. Это говорит о том, что, если скажешь, что нет средств на это, бранье, потому что все эти дорожные покрытия по госзаказу убирают определенные организации. Разве это не выполняется? Это говорит о том, что отсутствует контроль или недолжный контроль. А чем это вызвано? Понятно. В моем понимании, что заказы получили не для людей, которые близки к тем, которые контролируют, или другие факторы, но все равно это коррупционные факторы, в моем понимании, влияют на то, что это не делается. Я не совсем понимаю, при чем здесь ГТО. Вот мы же перешли о том, что делается и не делается. Ну, хорошо, Юрий Львович, у нас, к сожалению, закончилось эфирное время. Я благодарю вас за позитивный эфир. Спасибо вам большое. Спасибо. Все до свидания. Это был главный редактор канала Ренкиров Юрий Шлеминзон и его особое мнение. Меня зовут Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.